но здравствуйте мои дорогие вы снова на канале cloud city с вами снова я вадим как обещал я выхожу с новыми видеороликами каждый день ну за исключением конечно суббота воскресенье где там все под вопросом субботу будут выходить какие-нибудь репортажи воскресенье точно ничего не будет воскресенье такое день что не надо ничего делать я думаю вам тоже но у меня достаточно контента который уже накоплен за это время поэтому есть что послушайте или переслушать и каждый раз сейчас повторяю у меня большая просьба кто заходит на канал вы ставьте лайки и пишите ваши комментарии пожалуйста я не думаю что это вам так трудно будет сделать а мне важно для того чтобы канал по новое жил потому что алгоритм ютуба не мой каприз алгоритм ютуба такой чтобы канал двигался вперед надо чтобы были лайки и комментарии так он работает ну что за время моего отсутствия за время остановки канала до три месяца все немножко изменилось пропали подписчики которые были которые заходили каждый день и поэтому вот такая вот история и те подписчики которые у меня уже были они не могут меня найти по той простой причине потому что алгоритм не выставляет мои видео на верх на в топ то поэтому большая просьба пожалуйста ставьте лайки пишите ваши комментарии и подписывайтесь и говорите вашим друзьям что подписывались а мы продолжаем вы на канале клаутете с вами я вадим и сегодня у нас вторая часть романа михаила Булгакова «Белая гвардия», глава 8. Итак, Михаил Булгаков, вторая часть, 8 глава. Вы на канале Клаутете, с вами я, Вадим. Давайте продолжим. Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, безумный, темный, а потом предрассветный снег. За городом, в долях маковки синих, усеянных сусальными звездами церкви и не потухающий до рассвета приходящего с московского берега Днепра в бездонной высоте над городом Владимирский крест. К утру он потух, и потухли огни над землей, но день особенно не разгорался. Обещал быть серым, с непроницаемой завесой, не очень высоко над Украиной. Полковник Козырь Лешко проснулся в 15 верстах от города именно на рассвете, когда кисленький парный светик пролез под слеповатое оконце хаты в деревне Попелюхе. Пробуждение Козыря совпало со словом «диспозиция». Первоначально ему показалось, что он увидел его в очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово, но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца и смятым конвертом. Из сумки со слюдой и сеткой Козырь вытащил под оконцем карту, нашел на ней деревню Бархуны, за Бархунами нашел белый гай, проверил ногтем Арагулю, дорогу, сеянную словно мухами, точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно — город. Воняла махурка от владельца красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при Козыре, и от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам Козырь. Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро, широко зевнул и запринчал сложные сбруи, перекидывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба завертелась кринкой молока. Никогда Козырь молока не пил и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята, и один из них, самый маленький, полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь Козырю Маузеру, и не добрался, потому что Козырь Маузера пристроил на себя. Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским учителем. В 1914 году попал на войну в Драгунский полк и к 1917 году был приведен в офицеры. А рассвет 14 декабря 1918 года под оконцем застал Козыря полковником Петлюровской армии. И никто в мире, и менее всего сам Козырь не мог бы сказать, как это случилось. А произошло это потому, что война для него, Козыря, была призванием, а учительство лишь долгой и крупной ошибкой. Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых лет 20 человек занимается каким-нибудь делом. Например, читает римское право. А на 21-м вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит. На самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни. Козырь попал к 45 годам, а до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным. — А нуте, скажите хлопцам, чтоб выбирались с хат, да и по коням, — произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе. Курились белые хатки в деревне Попелюхе и выезжал в строй полковника Козыря Собелюк на 400. В рядах над строем курилась махорка и нервно ходил под козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк качался в и тот час же за Попелюхой развернулся в голове конной колонны двухцветный прапор. Плат голубой, плат желтый на древке. Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее четыре года, а при Гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки по жилам Козыря веселым пламенем. Прошла водкой по рядам из манерок, взятых еще со складов Белотерки. И лишь прошла, ударила в голове колонны трехрядная итальянка и запел фальцет. «Эй, за гаем-гаем, гаем зелененьким!» А в пятом ряду рванули бацы. «Там орла девчиненька воликом черненьким, орала-орала невмела гукоты, тайна нела казаченька на скрипочке гратты». «Эх, эх-тех-тех!» — засвистал и защелкал веселым соловьем всаднику прапора. Докачались пики и тряслись черные шлики гробового цвета с позументом и гробовыми кистями. Рустел снег под тысячу кованых копыт, ударил радостный торбан. «Так его не журись, хлопцы!» — одобрительно сказал Козырь. И завелся винтом соловей по снежным украинским полям. Прошли белый гай, раздернулась завеса тумана и по всем дорогам зачернела, зашевелилась, захрустела. У гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысяча с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинаковые жупаны добротного германского сукна. Были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки, каличане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясанные желтыми сыромятыми ремнями. И на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх шпапах. Кованые боты уминали снег. От силы начали чернеть белые пути к городу. «Слава!» — кричала проходящая пехота желто-блакитную прапору. «Слава!» — гугалгай перелесками. «Славе!» — ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Торопец, еще в ночь послал две батареи к городскому лесу. Пушки стали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестидюймовыми волнами грохот разбудили снежные корабельные сосны. По громадному усилению пуще водицы два раза прошло по удару, от которых в четырех просеках в домах, сидящих в снегу, в раз вылетели все стекла. Несколько сосен развернуло в щепы и дало многосаженный фонтан и снегу. Но затем в пуще смолкли звуки. Лес стал, как в полусне, и только потревожные белки шлялись шурша лапками по столетним стволам. Две батареи после этого снялись из-под пущи и пошли на правый фланг. Они пересекли необъятные пахотные земли, лесистое урочище, повернули по узкой дороге, дошли до разветвления и там развернулись уже ввиду города. С раннего утра на подгородне на Савской предместе города Куреневке стали рваться высокие шрапнели. В низком снежном небе било погремушками, словно кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели в погребах, и в утренних сумерках было видно, как изябшие цепь юнкеров переходили куда-то ближе к сердцевине города. Впрочем, пушки вскоре истихли и сменились веселой тарахтящей стрельбой где-то на окраине на севере. Затем и они утихли. Поезд командира корпуса блоги-торопца стоял на разъезде в верстах пяти от занесенного снегом и оглушенного буханием и перекатами мертвенного поселка Святошино в громадных лесах. Всю ночь в шести вагонах не гасло электричество. Всю ночь звенел телефон на разъезде и пищали полевые телефоны в измызганном салоне полковника-торопца. Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей и Святошино на пост Волынский. И птички запели в желтых ящиках, и худой нервный торопец сказал своему адъютанту Худяковскому. — Зиалы, Святошино, запрануйте, будьте ласковы, пани-адъютант Михай потяг передадут на Святошино. Поезд торопца медленно пошел между стенами строевого зимнего леса и стал близ скрещения железнодорожной линии с огромным шоссе, стрелой вонзающимся в город. И тут, в салоне, полковник-торопец стал выполнять свой план, разработанный в две бессонные ночи в этом самом клоповом салоне номер 4173. Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от городского леса и пахотных земель, на западе от Зятого Святошино, на юго-западе от злосчастного поста Волынского, на юге, за рощами, кладбищами, выгонами и стрельбищем, опоясанными железной дорогой. Повсюду, по тропам и путям и безудержно просто по снежным ранивнам чернела и ползла и позвякивала конница. Скрипели тягостные пушки и шла и увязала в снегу истомившаяся за месяц облоги пехота Петлюриной армии. В вагон-салоне за шарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки и телефонисты Франько и Горась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть. Тил-пил, слухаю, пил-тил. План тропца был хитер. Хитер был черноборовый, бритый и нервный полковник-тропец. Недарвно послал он две батареи под городской лес. Недаром грохотал морозно в воздухе и разбил трамвайную линию на лохматую пущеводицу. Недаром надвинул потом пулеметы со стороны пахотной земель, приближая их к левому флангу. Хотел торопец ввести в заблуждение защитников города, что он, торопец, будет брать город с его торопца левого фланга с севера, с предместия Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в город в лоб, прямо от Цветошина по Брест-Литовскому шоссе, и, кроме того, с крайнего правого фланга с юга, со стороны села Демиевки. Вот в исполнении плана торопца двигались части петлю риновойска по дорогам с левого фланга на правый, и шел под свист и гармонику со старшинами в голове черношлычный полк козыря Лешко. Слава, перелезками гугл Гай, слава! Подошли, оставили Гай в стороне, и уже пересекшее железнодорожное полотно по бревенчанному мосту увидели город. Он был еще теплый ото сна, и над ним курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на стременах, смотрел в цейсовские стекла козырь туда, где громоздились кровли многоэтажных домов и купола собора старой Софии. На правой реке у козыря уже шел бой. В верстах двух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там петлюрина пехота цепочками перебегала к посту Волынскому, и цепочками же отваливала от поста, в достаточной мере ошеломленная густым огнем, жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота. Город. Низкое, густое небо. Угол. Домишки на окраине и редкие шинели. Сейчас передавали, что будто с петлюрой заключено соглашение выпустить всех русские части с оружием на дон к Деникину. Ну, пушки, пушки, бух, бух. А вот завол пулемет. Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе. Но позволь, ведь тогда же нужно прекратить сопротивление. Тоска в юнкерском голосе. Да черт их знает. Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе. И не было по той простой причине, что штаба этого боли не существовало. Еще в ночь под 14 число штаб Щеткина отъехал назад, на вокзал города 1. И эту ночь провел в гостинице Роза Стамбула у самого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела телефонная птица, но к утру она затихла. А утром двое адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щеткин, прорывший зачем-то в ящиков с бумагами и что-то порвав клочья, вышел из заплеванной розы, но уже все решения не спогонали. А в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда ни возьмись, никому неизвестно. Взяв в квартале расстояние от Розы извозчика, штатский Щеткин уехал в Липке. Прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью. Позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с нею в затаенную спальню, прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки слова. Все кончено. Ой, как я измучен. Полковник Щеткин удалился в Ольков и там уснул после чашки черного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки. Ничего этого не знали юнкера первой дружины, а жаль. Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение, и вместо того, чтобы вертеться под шарапным небом у постоволынского, отправились бы они в уютную квартиру в липках. Извлекли бы оттуда сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы его на фонаре, как раз напротив квартирки золотистую особой. Эх, хорошо бы это было бы сделать, но они не сделали, потому что ничего и не знали, и не понимали. Да и никто ничего не понимал в городе, и в будущем, вероятно, они скоро поймут. В самом деле, в городе железные, хотя, правда, уже немножечко подточенные немцы. В городе усустроженный тонкий Лиса Патрикеевна Гетман, о ранении в шею таинственного майора фон Шратта знали утром очень немногие. В городе его сиятельство князь Белоруков, в городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских. В городе как-никак звенят и поют телефоны штабов. Никто еще не знал, что они с утра уже начали разбегаться. В городе густо погонно. В городе ярость при слове Петлюра. И еще в сегодняшнем же номере газеты Вести смеются над ним блудливые петербургские журналисты. В городе ходят кадеты, а там у Караваевских дать уже свищет с ловьем разноцветная шлычная конница и заходит с левого фланга на правый облегченный рысью лихие гайдамаки. Если они свищут в пяти верстах, то спрашивается, на что надеется Гетман? Ведь по его душу свищут. Ох, свищут. Может быть, немцы за него заступятся? Но тогда почему же тумбы немцы равнодушно улыбаются свои стрижные немцев усы на станции фастов? Когда мимо них эшелон за эшелоном городу проходят петлюрины части. Может быть, с Петлюрой соглашение, чтобы мирно впустить его в город? Но тогда какого черта белые офицерские пушки стреляют в Петлюру? Не, никто не поймет, что происходило в городе днем 14 декабря. Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже, реже и реже. Реже, реже. Дрррр. Тиу. Что у вас делается? Тиу. Пошлите потору на полковнику. Степанову, Иванову, Антонову, Стратонову. Надон. Надон бы, братцы. Что-то ни черта у нас не выходит. Тиу. Эх, к матери штабную сволочь. Надон. Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко. Кругом города то здесь, то там, закипит грохот, потом прервется. Но город еще в полдень жил, несмотря на грохот, жизнью похожий на обычную. Магазины были открыты и торговали. По тротуарам бегала масса прохожих, хлопали двери и ходил, позвякивая трамвай. И вот в полдень с Печерска завел музыку веселый пулемет. Печерские холмы отразили дробный грохот, и он полетел в центр города. Позвольте, это уже совсем близко. В чем дело? Прохожие останавливались и начинали нюхать воздух. И кое-где на тротуарах сразу поредело. Что? Кто? Ара-па-на-па. Кто? Я кто? Шо ж вы, добродию, не знаете? Це полковник Балбатун. Да-с, вот тебе и сбунтовался против Петлюры. Полковник Балбатун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника-торопца, решил несколько ускорить события. Померзли Балбатуновы всадники за кладбищем на самом юге, где рукой уже было подать до мудрого снежного Днепра. Померз и сам Балбатун. И вот поднял Балбатун вверх стек и тронулся его конный полк справа по три. Растянулся по дороге и подошел к полотну, тесно опоясывавшему предместе города. Никто тут полковника Балбатуна не встречал. Взвыли шесть Балбатуновых пулеметов так, что пошел раскат по всему урочищу Нижняя Теличка. В один миг Балбатун перерезал линию железнодорожной дороги и остановил пассажирский поезд, который только что прошел стрелу железнодорожного моста и привез в город свежую порцию москвичей и петербуржцев со сдобными бабами и лохматыми собачками. Поезд совершенно шалел. Но Балбатуну некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожняков с города два. Товарного. Пошли на город один. Пассажирские засвистали маневровые паровозы, а Балбатуновой пуле устроили неожиданный град на крыжах, домишек на Свято-Троицкой улице. И вошел в город, и пошел, пошел по улице Балбатуна, шел беспрепятственно до самого военного училища. Во все переулки высылая конные разведки. И напоролся Балбатун именно только у Николаевского облупленного колонного училища. Здесь Балбатуна встретил пулемет и жидкий огонь пачками какой-то цепи. Головном взводе Балбатуна в первой сотне убила казака Буценко, пятерых ранила и двум лошадям перебила ноги. Балбатун несколько задержался, показалось ему почему-то, что не весь какие силы стоят против него. А на самом деле салютовали полковнику в синем шлыке 30 человек юнкеров и четыре офицера с одним пулеметом. Шеренген Балбатуна по команде спешились, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печеркс наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам и в районе миллионной улицы закипело, как в чайнике. И тот час Балбатуновы поступки получили отражение в городе, начали бухать железные шторы на Елизаветинской, Виноградной и Левашовской улицах. Веселые магазины ослепли, сразу опустили тротуары и сделались неприютно гулкими. Дворники проворно закрыли ворота и в центре города получилось отражение. Стали потухать петухи в штабных телефонах, пищат батареи в штаб дивизиона. Что за чертовщина? Не отвечают. Пищат в уши из другие жены. Штаб командующая чего-то добивается. Голос в ответ бормочет какую-то чепуху. Ваши офицеры в погонах? А шо такое? Тиу-тиу. Выслать немедленно отряд на Печерск? А шо такое? Тиу-тиу. По улицам поползло. Балбатун, 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 балбатун. Может быть, вот почему с полудня среди пешеходов и зевак обычного городского типа появились уже какие-то пальто с парашками и воротниками. Ходили, шныряли. Усы у них вниз червячками, как на картине лебедя Юрчика. Юнкеров, кадетов, золотопогонных офицеров провожали взглядами долгими и липкими. Шептали. Цеба, батун, месяце пришов. И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их читалось ясное. Слава. Слава, холмы Печерска. Поехала Колесина на дорожках. Балбатун, великий князь Михаил Александрович. Наоборот. Балбатун, великий князь Николай Николаевич. Балбатун, просто Балбатун. Будет еврейский погром. Наоборот. Они с красными бантами. Бегите-ка лучше домой. Балбатун против Петлюры. Наоборот. Он за большевиков. Совсем наоборот. Он за царя, только без офицеров. Хэтман бежал. Неужели? 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 Тиу. Тиу. Разведка Балбатуна с сотнями голаньбой во голове пошла по миллионной улице. И не было ни одной души на миллионной улице. И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамаком никто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман. Сдурели вы, что ли, Яков Григорьевич? Что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела? Да, вид у Якова Григорьевича был такой, как будто он сдурел. Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке и пальто нараспашку, и глаза блуждающие. Было отчего сдуреть Якова Григорьевича Фельдману. Как только заклокотало в военное училище, из светлой испанинки жены Якова Григорьевича раздался стон. Он повторился и замер. «Ой», — ответил стону Яков Григорьевич, глянул в окно и убедился, что в окне очень нехорошо. Кругом грохот и пустота. А стон разросся, и как ножом резонанул сердце Якова Григорьевича. Сутулая старушка, мамаша Якова Григорьевича, выдурнула из спальни и крикнула. «Яша, ты знаешь? Уже!» И рвался мыслям Якова Григорьевич к одной цели. На самом углу миллионной улицы у пустыря, где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вымеска. Повивальная бабка Е.Т. Щадурская. На миллионной улице довольно-таки опасно, хотя она и поперечная, а бьют вдоль Спечерской площади киевскому спуску. Лишь бы проскочить, лишь бы! Пирожок на затылке, в глазах ужас и лепятся под стенами Якова Григорьевича Фельдман. «С ты? Ты куда?» Аланьба перегнулась седла. Фельдман стал темным лицом. Глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты Гайдамаков. «Я по новой мирно житель, а жинка родит. Мне до бабки треба». «До бабки? А чему ж ци ты под стеной ховаешься? А? Жидюга. Я по нове». Нагайка с змеей прошла по котикому воротнику и по шее. Адова боль. Звизгнул Фельдман. Стал не темным, а белым, и помережилось между хвостами лицо жены. «Подсвеченья!» Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул, взял первый листик и вдруг затрясся. Тут только вспомнил. «Ах, боже мой, боже мой, что он наделал? Что вы?» Яков Григорьевич вытащили. «Да разве вспомнишь такую мелочь, выбегая из дома, когда из спальни жены раздается первый стон?» «О горе Фельдману!» Аланьба мгновенно владела документом, всего-то тоненький листик с печатью, а в этом листике Фельдмана смерть. Предъявителю сего, господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный выезд и въезд из города по делам снабжения броневых частей гарнизона города, а равно и хождение по городу после двенадцатого часа ночи. Нач снабжение генерал-майор Илларионов, адъютант-поручик Лещинский. Поставлял Фельдман генералу Куртузову салон и вазелин, полусмазку для орудий. «Боже, сотвори чудо!» «Пан Сотник, цени документ, позвольте!» «Не тот, не тот!» — дьявольский смехнушись, мол, Голаньба. «Не журись! Сами грамотны! Прочитаем!» «Боже, сотвори чудо! Один тысяч карбованцев! Все берите! Но только дайте жизнь! Дай, дай! Шма-Исраэль!» — не дал. Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Голаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове. Ну, вот, дорогие мои, это была очередная глава из романа под названием «Белая гвардия» Михаила Булгакова. Девятая глава второй части романа Михаила Булгакова «Белая гвардия». Вы были на канале Cloud City. С вами был я, Вадим. Думаю, что мы завтра, может быть, даже снова с вами встретимся. А на сегодня все. И повторюсь, как и в начале записи, с просьбой о том, чтобы вы ставили лайки под каждым видео, писали ваши комментарии. В связи с тем, что канал только что восстановился, и таков алгоритм Ютуба, и это не мой каприз, чтобы все те подписчики, которые были у меня на канале, вернулись обратно на канал. Но нужно, чтобы они об этом знали. А знать они будут только тогда, когда вы будете ставить лайки, и Ютуб будет автоматически по алгоритму выставлять все мои видео наверх. И тогда все мои четыре с лишним тысячи подписчиков вернутся на канал. А подписчиков по разным странам раскидано много. Практически со всего мира, включая Израиль и Африку, и Америку, и Италию, и Казахстан, и Украину. Очень много разных стран у меня в подписчиков. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и писать ваши комментарии. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Я думаю, скорых. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok